Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Я, как говорила, Ерёвина, Неселька, Долгова, целый ряд, Кащенко, Ярославль, Пакальтан из Одессы, то есть крупные такие ученые, которые все говорили, что Соболова из Московского государственного света за капитрой экономии, все они выступали в этом матче напротив и не проходило это ничего. Тогда это было сделано политическим путем. Просто экономисты ничего не хотят одобрять, но без одобрения никак. Но тогда он был экономист, такой, который «чего изволите», и он, так сказать, «чего не изволите», то есть обалкивает Леонид 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 Леонидович, он нам это для вас всё и осветит. У Сергея Робачева аналогичная была ситуация, то есть что уже, поскольку разработчики наструктурную себя дистриризировали полностью, и уже видели, что пресобия конкуляции получилась, что зарушили. То появилась новая идея реформирования. «Вот что, не рефорировались ещё до сих пор? А чего не реформировались? Надо реформироваться». И сейчас они говорят, ну, видимо, надо тут какие-то глубокие реформы. Что это за идея делать реформу? Что такое реформа? Говорят, извините, я попробую. А что у вас, пока они вот так, на тучках? Вы там где-нибудь намаслите, какая-то захрипетель, я же для этого разнилась, и так пусть будет. Или еще что-то. Почему не наоборот, что я говорю, наоборот, сделать реформу. Цель, говорит, во время, в естинские времена, цель корабля — пить. Ну, слушайте, цель реформ — реформировать. Когда цели не присутствуют вообще, а сам процесс объявляется целью. Вы зачем едете? Что вы же тяжелете, что мы едете? Все. Круг взорвнулся. И здесь, что значит целью нашего развития социального реформирования? Вот это, я с ним, мы повторяли бесконечно. И что, и что мы будем? И сейчас это еще продолжается. С перезводкой такой же отставы, с реформированием. И через что вы путали, говорят, что нас ведут реформированные армии. Товарищ Таврескин, который пытался уничтожить нашу военно-медицинскую академию, затолкать его куда-то, в Горскую, в методную ширину аэродрома, там, в Газаховск, чтобы там не было вообще ни одного места, где могут люди научиться летать на самолетах, чтобы прыгать, приобщаться к военно-техническому виду спорта. А военно-медицинскую академию, что если вы вызвали спорта, то она, если из Горска это доедет, только к тому моменту, когда вас уже не будет. А военно-медицинскую академию это не просто обращаются, вот такие врачи, военные. Есть приказ, министр обороны. Что делать? Ну, все. Не ходите в войне, айте снизу, айте себе все равно. До свидания. Из врачей. Ну вот, убрал я там, министр обороны, легче стало. А вот, приемом-то надо делать выучки, надо разбираться. За что мы должны выступать? Просто какое-то изменение? Можно ли просто выступать за изменение? Это будет пусть это перестройка или это реформирование. Вообще задержание не затрагивается, давайте форму. Это реформирование, что у вас было, реформирование, что вы должны по-другому говорить. Давайте вы все и будете медленно будем говорить. Видите, я уже реформировал свои вещи. Мои коллеги, где-то много, где есть два кафедра экономической северной технологии. У меня в машине есть устройство, что он просто называет там. Позвоните маме. А это устройство начинает голосом душевно больной или с пульсом особой. И маме позвонить. Давай, позвоните маме. Вы хотите позвонить? Позвоните. Да, хочу позвонить маме. Тогда она дыхает. То есть она спрашивает, потому что ее надо, чтобы пока техника может уложить голос. Ну вот, так как бы не открыться он вообще не будет. Потому что ты общаешься с функционалой техникой. Вот мы и чем сейчас занимаемся? Мы пытаемся оторваться от таких определений развития, которые служат к деградации или разрушению. Или просто к повторению того же самого. Если вот ничего не будет меняться, то есть будет развитие или нет? Хотя, вот теперь если переходить к различным концепциям развития, которые есть в науке. Вот они тоже, как всегда, в науке есть такой широкий веер. Например, есть такое понимание развития. Жить это круговое движение. Вот видите, сейчас солнышко светит. Сейчас весна. А после весны что будет? Лето. А после лета что будет? Осень. А после осени будет зима. А после весны? После зимы будет весна. Будут сидеть, но не у них. Какая разница? Сидеть будут и опять будет то же самое. Или лекции будут считать по философии. Для первого курса. И будет лекция, посвященная развитию. То есть все возвращается на круги своя. Ничего не меняется, это круговое движение. Развитие это круговое движение. Режение по кругу. Правильно? Вон, посмотрите. Вот земля ходит вокруг Солнца. Все же по кругу все равно. Вот сейчас весна и будет весна. Если вам будет полный зима, не растаять, будет весна и будет... А если будет жарко, а лед будет тоже не растаять. Будет осень и будет не так жарко, а лед будет тем более не будет жарко. Все будет хорошо. Особенно если у вас не прорвали какие-нибудь трубы, как вы не заверните. Есть другое понимание, это вот круговое развитие. А есть другое понимание, что сначала идет задвижение вперед, а потом задвижение не разданно. Вот стало хуже, 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 хуже. Так это лучше, лучше вообще. Так это хуже, 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 хуже. И вот как объясняют, что вот климат. Вот сейчас прямо вот так рассказывают некоторые очень величины, что скоро вот сейчас тает, уже все. Все. Антарктид уже тает, скоро все заприснет, падает. И нас не запретет, потому что мы на третьем этаже. А вот эти все, которые так, историки на втором, их заприснут. А единственное, кто выжил вот этой историей, если я выжил, потому что я на Бог ходил теперь, крючку перед, поэтому я как раз сюда уйду, вот при голове открываю, а не так, потом... Потом выясняется, когда вот идут леетельные, 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 то туда. Идет похолодание, а то покепление. То есть такой вот, такой тенденции однозначно. Леетельные, леетельные, нету. Нету. То есть люди узы, что вещат вот, что же тает. Вот какие-то там, оторвавшиеся, или какие-то куски, или долго покрыли, а так тебе плавали. Идет так, и так. Ну, наверное, скоро вы все расставите, и тогда все, готовишь его. Ну, один раз-то само собой готовит, он вообще не будет. Ну, вот то туда, то хуже, то лучше, то хуже, то лучше. То есть развитие состоит такое качание маленьких. Ну, кто это переключает маленьких? Ну? Ну, мы с вами и не дожили, и не вы, а? Ну, сейчас не скажут, ловко. Ну, он конкретный. Что-то есть, высшие силы. Вы против высшей силы ничего не имеете? И они, слава богу, против вас ничего не имеют. Пока. Ну, смотрите, смотря, как будет за офигами. А мне, говорит, все же делается в божьей помощи, так что. У-у-у-у. Идет, туда обращаешься. Ну, вот так. Все, пошло. И все внимательно. Есть еще одно, одно концепция развития. Это какое-то накопление количественных изменений. Видите, все больше и больше у вас знаний, и больше, и больше, и больше. Чувствуете прям вот с каждой минуты? Это развитие? Да. Да. А когда будет совсем много знаний, вы будете знать, что у вас в библиотеке академенологии? Все не будут рады? Представьте, вы все изучили. Вот все они идут, не дотягиваете, не дотягиваете. А вы вот все посчитали, что академенологии, и что будет вам говорить? Когда? Шау. А? Что? Ничего не будет. Как ничего не будет? Ничего. Вот, получается. Я же библиотеку его благодарю. Но библиотека или библиотека, или это вы говорите? Это библиотека. Вы можете просто к ней обращаться, она будет, при хорошей памяти, когда все по поводу так. Не надо приближать. Вместе с тем, библиографом будет работать, и что я спрашиваю? Если все знаете... А что, сомненно, если он находится, то там есть такие работы, библиографы. Это же важно работать? Важно. И все эти многие там библиографии занимаются специально, что плохого. Но если я все прочитаю, что для всех академов был я ученый? Не будет. То есть, было не науше, что ли? Что получается? То есть, все-таки, при том, что чтение очень полезно, и нужно, и необходимо, и так далее, отразличаясь с развитием накопления знаний в книге, что развитие не сводится просто к накоплению знаний. Это будет у меня подряд хранилища знаний. Склад у меня будет знаний. Вот если у меня будет склад, то я буду носить такой живой склад. Вы меня спросите, я вам скажу, это не такой, а на какой-то странице. Если не на странице, то, по крайней мере, я беру книгу. Вы пойдете и проверите их. Вот. И вот я такой обнимаемый студент, который прониклевал на втором курсе. Я действительно сейчас точно не помню. Совещаю у нас такого астрофизика. Игорь Ильич Алексеевич, доктор Илья Макнаву, профессор. Такой утрамный, такой парфейн, лично у него профессор, был набиток в книгу, впрочем, как у вас он говорит, как припал. Вот все там, ногу в маку, он все с собой носил. Потом все, например, в столе, все у него так, и вот те, но он те, и написал. Не читал, а именно писал. Я смотрю на него, думаю, что ты сейчас плохо выглядишь. Я говорю, а что? Ты, наверное, много читаешь. Он говорит, что будет, как плохо, что ли? Конечно, я говорю, ты радуешься думать. Я так удивился. Не надо ли человек теоретный? Доктор Макнаву говорит, ты радуешься думать. А действительно? Я говорю, что в чем уходится за чтение? Прочитал-за, полно-почитал-за, 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 ну, конечно, в ходе чтение тоже что-то думает. Но это же не то же самое, когда вы сидите и пишете, если по усовой работе. Даже вот вы будете на экзамене писать два листочка, и вы же будете думать. И производить. Сейчас вы в какой стадии находитесь? Вы сейчас в положении потребителей знаний. Смотрите, я вот рассказываю, я выслушаю, а что вы выслушаете? Это опять и знания. А я как бы не просто производил. Частично он производил то, что я отцент, получаем, а частично то, что я там через книги получил. Просто, а иногда мне вот туда было. Ну, а я в основном, впервые, производитель знаний, два лица, чтобы вы можете произвести. Пороже кто-то, хорошее, да, те хорошие, кто тебя. А я буду кто? Я буду понимать. А то есть от потребления сильно развиваться. Поэтому на счет того, что я сильно развиваюсь от потребления, даже с точки зрения, надеюсь. Но развиваться так будете вы, потому что вы будете воспроизводить знания. Если человек может воспроизводить знания, то человек может дать ему новые знания. Потенциально. Правильно? Потому что у него появляется способность и ключа. Ну, вы же точно не повторите так. Вы как-то вот посвоимо это воспроизведете, да? А раз пошло, значит вы усвоили. И если вы говорите, значит, у вас эти ткани не просто склады, а вы их использовали в деле. Потому что вы напишете рукой. А раз вы напишете рукой, значит ваш мозг дает команду руке. А если мозг дает команду руке, тогда это у вашей ноги остается. А если мозг не дает, к нам его руке. Просто человек никаких конспектов не пишет и ничего не отвечает на вопрос. Он просто туда закладывает. Ну, так оно постепенно, карты закладывает, так и стирается. И вы обнаружите, что многое из того, что вы прочитали, и как некоторые помнили, исчезли эти головы. Потому что голова обладает таким замечательным свойством выбрать всего все то, что у них не применяется. Раз вы это не применили, ни для чего. Не создали ничего нового, какого-то творения опираясь на то, что вы имеете в своей голове. Вы все много прочитали, вышли всех нас, но не успели из-за того, что нет уже времени, не успели. Пока вы все читали, не осталось времени это все как-то использовать. И получается, что это все пропало. Вот почему, вот, скажем, товарищи, ученые говорят, что вы, ну, если у вас мало времени, вы поделите пополам, сколько у вас? 30 минут, да? 15 минут читайте, 15 минут глупите. Передышите. Если у вас час, полчаса читайте, полчаса думайте. Ну, в двух слове. Если у вас, там, десять часов, ну, пять часов, читайте, ну, пять часов, вы можете сразу, это уже мало, кто глупит, и студент. Читай, 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 читай. Что это такое? Безвитие. То есть это не развитие того. То есть это непредменно нужно для развития. Правильно? Безвитие не бывает. Без потребления достигнутых, уже имеющихся знаний, мы не разорветы. но не сводятся просто к количественному объекту. Ну, например, если вот берем страну социалисту, СССР, больше угля, больше нефти, больше салют, больше хлеб, больше масла, больше мяса, что развивается страна? А неинтересно? Неинтересно. Потому что развитие не сводится просто к количеству внутривленного. Правильно? Не сводится. Поэтому казалось, что СССР развивается, а СССР деградировало, начиная с 22-го смерта, и в этой линии был, и шаг на шаг. И деградация эта завершилась, поэтому не надо больше, чтобы разваливаться. То есть, были течения и люди, которые толкали в этом направлении, а производство, вижу, что нарастало. Как оно прекратилось нарастать? Приграничное. Почему говорят, застой? Сейчас не застой, а насколько уменьшительный. У нас точно не застой, потому что в 1990 году упал производство в городе. И любимое, так сказать, удвоение ВВП, которое, о котором мы все время говорим, ВВП, оно сводится к чему? Вернулся на тот уровень, который в Советском Союзе был. Что такое удвоение ВВП? Внутренний балловый продукт. Выйти на тот уровень, который был в России в советское время, выше? Нет. Выше по объему, в целом, ну, где-то на 80%, так, в процентах выше. Но по самым ведущим отраслям, мышоностроение, приборостроение, производство инструментов. То есть, то, что определяет, вообще, самый главный экономик, потому что, если вы хотите много предметов предметов, что нужно делать? Что будем делать, когда нужно много предметов предметов? Сейчас много производится? А? Вот, вот, это вот есть, чувствуется, что много читали. Нужно продвести машины, которые будут быстро, и много производить. А вы, вместо того, чтобы куплюли, продвести машины, вы начали производить, а мы начнем на то, в технической базе, раз у вас, мусин такая, напрямую. Раз нужно много предметов предметов, много чайников. У нас сейчас чайники, Ну давайте сейчас мы берем на рот и будем ручной черпать эти чайники. Или мы сделаем машину, которая будет выстреливать их каждую минуту. Эти чайники. Сосиски. Знаете, как это? Роторное мнение. Роторное мнение. Это во мне не роботы. Вот люди, которые занимаются техническими чайниками, знают, что робототехник, она никого большого прогресса не даст. То есть, когда человек, похожий на меня, будет там что-то брать, тащить, власть и так далее. Это очень важно. Это очень важно там, где радиоактивность. Там нужно гулять, переложить, там стержни, перенести. Там, где речи с химическими отравляющими веществами, там вы стеклом отгородились, а там на вас похожий человек. Ну, стекло, все там можете его похожим делать. То есть, хотите совсем похожих, хотите, какие хотите сделать такие волосы, такие лучше, не важно, он будет это делать. Или однодухие просто будет перекладывать. А здесь, роторная терпина. Потому что у нас самая потеря происходит здесь всегда. Когда? Вот. Оно работает, и вот. Быстро-быстро, значит, он обрабатывается всегда. Дальше. Становочный, самым программом управления. Потом операцию везем, надо переносить на дорогу. Вот, его везут в тележку, провезли, потом устанавливают, опять перегоняют. Потом перевесили операцию в четвертую, скажем. Этого речь идет о сложных деталях. которые требуют и сверления, и прегарования, и прочее. Иногда требуется, скажем, 15 видов станок, для того чтобы в конечном итоге вышел и топовый переговор. И на всех этих переходах теряется время. А вот рот, она и сердце, не подначает, что у вас есть рот. То есть, другими словами, рот. И вот ваш этот станок начинает обработать рот. И вот надо его размером сделать таким, чтобы как раз в данный момент, когда он сюда подойдет, круг закончится, при этом операция завершилась. А потом теперь второй роток, который вот так вращается, и идет на другой роток, и он будет делать вторую операцию. Вот он второй операцию идет, и переходит на третий роток. То есть, движение происходит, пока он превратит в это время, он перемещается. И поскольку это чем уголовные движения, то раз и скорость увеличена в двое всего. В другой быстрее, еще в другой. И вы еще помните, когда авторочки заряжались? Вот находились, сердце привезли, идешь там на мойке, была зарядка авторочек, приходишь, заряжаешь эти сердце, а потом вставляешь. Почему кто сейчас будет заряжать? Они вот так вот полетают, и шоу раз на вышки. Одна за другой. Вот эти фото любви. Точно так же сосиски, то же так же патроны, то же так же снаряды. Кто там это будет, это вот, это таскает? Ничего еще не надо сказать, что это улетает. Очень интересно. Это роботы. А робот-технику, люди, которые разрабатывали его. Роторная техника. Роторная технология отбивает робототехника, потому что если его, представляете, все потроют туда-сюда, а если быстрее, туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. И раз я палился, вот так. Металлическо. Что там быстро-то не может. И крутиться можно быстро. По принципу, по всей планете крутятся. С большой корпус удовольствие. Вы все отдаете отчет, что вы сейчас крутитесь так быстро, вместе с земли отдаете. А земля-то вместе с вами вращается вокруг Солнца. Вот голова не крутится. Как она крутится, когда она крутится? Ну, все время она крутится. Так и Солнечная система, что же двигается? Я думаю, она либо прямой делает, за 40 минут по кругу. Правда? Как вы считаете? Скорее всего. Потому что такой прямой выход, это что-то мы не больно знаем. Кроме комет. Дитя-дитя-дитя-дитя. На прямой, но не по прямой. Все равно они под воздействием гравитации, там, искажаются. И, короче говоря, когда речь идет о развитии, это нельзя свести к нахоплению количественного времени. Вот великие люди, обязательно большие? Вот некоторые по себе писали, что он был маленький. Ну, а то, что он был маленький, я бы чего от этого пункта старше. Да. Если маленький дает, скажем, одинаковый результат, то он даже эффективнее, чем большие пункты. Да. Или это высокий год? Нет. Нет. Или вот пишут сейчас, продают для людей. Такую большую комплекцию. Ну, чтобы их как бы не обижать, не пишут в магазин для толстых. Или для полных. А пишут? В магазине комплекса? В больших размерах. Веленькие люди продают. Так, как ты думаешь. Веленькие люди, великие державы. Веленькие. Великие державы. С чем они велики? Вон, если у вас великие державы, грамотые державы. В чем тут величие? Ну, они большие просто. Потому что пока в большой санне что-то там разобьется, маленький угрозь закончится. Кто-то у нас, скажем, кто-то в полуны, ничего не получается почти. Все плохо. У вас уже уныние. А там уже и уныние пошло. И наоборот. Ну, большая страна. Вот представьте себе революцию, допустим, в Бельгии. Ну, надо было. Тут в Москве сидит товарищ Ленин с товарищем Сталин, так сказать. Он управляет. Советская власть, да? В Бранге выгодил около один храм. А там в Крыму. А в Крыму. Юдин еще, да? А, Юдин, простите. Юдин. В Крыму в Рану. Это, значит, Денекин идет с Юга на Москву. В Колчак, Сибирь. Ну, и все это дело существует. И вопрос происходит. Ну, потом постепенно с большим видением, так сказать. Их на большой дорогой все это решается. А если такая страна, как мы говорим, там тоже была советская власть. Добра существовала. Раз, и не советская власть. Навалили соседей. И все. Поэтому сама по-другому расскажем. Ну, обменить общественное строение. Великая революция. Почему? Великая революция в большой стране. Позже нашлась. А в Ленинграде, что в маленькой стране. Может быть, мирная революция. Когда рядом в большой стране победила социалистическая революция. И в Угазии малой страны боится, что Ленин сносить голову. Ну точно. Когда у нас была победа революции в Советском Союзе, в Китае. Там правительство предложило, как и в свое время советское правительство предложило. Не боитесь быть директорами капиталистов на предприятиях. Так собрали в детях, капиталисты сказали бы, не ходите к директорам, ведь там по времени. И еще пожизненно будет часть прибыли получать. Пожизненно. Дети ваши люди будут ставить. Ну и детям будете давать это ваше дело. Так, короче говоря, хотите сесть на поезд? Или хотите, чтобы поезд на вас наехал? Какие у вас варианты? А вы говорите, нет, зачем же мне нельзя? Почему я сяду? Поехали. Нормально, ничего. В Италии. Не было такого поезда. В Италии и капиталисты стали сотрудничать. По-другому для чего? Али вы знаете, чем закончилось в России? Зачем повторять? Так. Вывод. То есть само это представление, что вот размер, просто увеличение чего-то, оно есть вообще социальное развитие, соответствует действительности. Может все это увеличиваться, больше угля, больше стадия, больше дорог, больше всего. Но это ничего не значит. Точно так же, как сегодня не значит, что вот почему у нас рубль падает? Потому что нефть у нас по зацене. Ну нету в Японии никакой нефти, ни нефти нету, ни угля нету. Нету железной руды, и она развивается. Это у вас ума нет, если у вас все из рук вазице, потому что у вас все завязано на них. Очень здорово устроить. Ну я ничего не понимаю, не в экономике, не в политике. Вот замерз, продал. Тебе, что вам надо? Машины? Купил машину. Самолет? Купил самолет. Что вам еще надо? Ракету? Купил ракету. А вот отказались продавать, и я, как он, дурак, остался с чем? Я сказал, санкции. И что теперь делать? Санкции, где вы купите? Нет, санкции своих не попривились, она не нужна. В Лизане из-за производства, производства станков. Он очень малый процент выпускает к тому, что потребовалось у нас здесь в стране. Так, мы покупали в Америку, в Канаде, в той же самой Республикании, в Германии. Ну никто не продает. И кто нам продаст теперь? А вот Китай, который старые церковские станки переделывает, и, так сказать, не спрашиваясь того, что можно ли его переделать, что мы что ли у него покупать. В Канаде купили, в общем, всего, всего. А люди, которые умеют только деньги взять и купить, причем они при этой операции умеют деньги взять, сейчас сюда подарятся, а наставим купить. Вот такие люди и управляют. И мы видим, что они управляют. Характерные заболомы сделают коммерсанты. Тысяча и одна ночь. Министры будут поют. Ну, как в сказке рассказывать. Вот, ты говоришь, я думаю, надеюсь, что у нас будет поют. Вы что делаете для этого министра экономического развития? Что делать? Ничего не делает. Он не только ничего делает, он не знает, не знает, что нужно для этого делать. А почему он не знает? Он даже не знает, что такое развитие. Поэтому тот, кто не знает, что такое развитие, он не пойдет в нас. Потому что у нас не все готовят к президенту, к примеру. Мы должны тщательно следить за этим, чтобы не прокачивали кто туда, кто еще не знает. У меня диплом, как бы, товарищ Кудрин, министр финансов. И, конечно, я был по диалекте. Потом взял и отвез Валерику под 2% денежки наши. Ну, неужели мне надо 2%? Под 2% они могли бы прибыль у себя в стране что-нибудь сделать. А? Под 2%. То есть, а там, значит, если денег делают все, допустим, 15%, 2% уплачивают, 12%? Ну, как бы. И сейчас, вот, очередной транш при этом будет. Валерик, 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 валерик. Так что, если его посадят, то не меня посадят. Скажут, а вы лучше подавайте. А у нас сейчас декан. И вот, вот, очередной, и пляжей, валерик. И где больше всего делать? У меня ничего здесь найти. Красный выброс. А она теперь, не красная, она валерик. Он валерик будет. Тогда ты так и перейдёшь в сторону крюкового канала, валерик, от площади туда с левой стороны. Грюков здесь. Ну, в адмиралте. А? Ну, в адмиралте. А потом пряжка начинается на реках, на которой есть сумасшедший город. Вот там находится факультет свободных наук и искусств. Не знаете такого? Да. Ну, вы знаете. А еще у нас искусств есть, в котором гербе Иванова есть. У нас два искусств. А наша нога не свободная. Она от чего не свободная? От знаний. Потому что у нас такое жесткое условие, что мы должны к истине стремиться. А не просто чего-то играть. Поэтому нас не свободны здесь. Вот я сколько уже говорил, чтобы не упустить вашу мысль туда, где идет деградация. Это ясность свободы ограничения. И вот этот даже трех, ничем дважды двадцать четыре, не свободны. Встречаются два бывших сотрудника. Один заведует кафедры, математический. Вот, садик. А второй будет близнецем. И вот этот, который крупный близнецем, он ничего не мог вообще дарить. Сказать, как следует умножить дважды дважды. И вот его спрашивают, заведующий кафедры. И доктор принимал там. Слушай, вот. Ты мне объясняй, откуда ты столько денег? Вот. Ты же вообще не мог. Дважды два четыре даже не мог быть. Как это сделать? Я говорю, за два доллара покупаю. И за четыре доллара продаю. И на эти два процента я живу. Можно считать, что это два процента. То есть у нас не свободна наука. У нас наука истинная, не свободна. Истинная у нас просто сколочка. Даже я вам даже не советовал прыгать. Вообще не свободна, в том смысле, что вы можете выходить. Нет такого закона, который запрещал прыгать с финансовыми дарами. И я говорю, не советую. Не советую. Есть другие формы. Самые рожейные. Так. Вот, допустим, ответили на вопрос, что такое развитие сердца сразу. Это я отвечаю на вопрос. Это я понимаю. Так. Так. Ну вот. В общем, видите, сколько я забортовал уже при вашем, так сказать, участии в совете. Ну так, по крайней мере, выросло на вашем внимание, сколько уже определений этого. Видите, все неподходящие. Ну вот, еще есть вот такое, да, еще теории, связанные с вот ситуацией Гориданова Аслава. То есть он умер, то знаете, и Гориданова. Почему? Он умер с левой головой, он умер с сеной, и справа. Он умер с какого стороны, с какой стороны сена упустить первым. И так умер с голодом. Поэтому вот это вот развитие, которое никак не туда и не сюда, и это достой, и умирает все. А что значит движение вперед? Как понимаете? Вы считаете? А я считаю, что важно. И тогда мы упремся в мнениях или в особые мнения. Вам особое мнение не предать свое. Вам что нужно? Особое мнение или знание? Знание. Знание. Видите, оно мне нужно, и мое особое мнение. Это считается, что он меня не может? Нет, не считается. Потому что все-таки она рассматривает преподавателя как человек, который может какие-то знания делать. То есть он дает ему это мнение, честно говоря, сидеть здесь вот так хорошего погода и услышать чьего-то мнения просто. Ну и не надо. Вряд ли стоит этим заниматься. А вот если это речь, это знание, тем более серьезное, тогда можно не купить. Потому что вот, товарищи, так определяются разрезы. Это движение низшего к высшему, простого к сложному. Разрезы – это движение низшего к высшему, простого к сложному. Вот это определение. А что такое высшее? Высшее включает в себя предыдущее, да? Сложное включает в себя простое, правда? И является более сложным. Ускажите, пожалуйста. А вот видите, идет от части к целому или от целого целому? От части. А? От части. Как? От части к целому. От части к целому, да? От простой части. От простой части. От простой. От простой части. От простой точки. От простой части. Как вы думаете, идет развитие здоровья человеческого? От счастья всего? Отмена. Потом появляется волна. Отмена. Спина. Что вы говорите? Или из одной ответки вы приседете? Вы слышали такое, что в ответе любого животного из одной клетки одна ответка представляется вы целая или не часть? Целая. А я вас спросил, от целого к части? То есть от целого к целому или от части к целому? Вы сказали, от части к целому. Это неправильно, неверно. Совершенно верно. Как может быть частью, что без целого? Она вообще не может. А как она может быть частью? Подумайте сами. Может быть часть без целого. Часть без целого, то по-другому. Ну вот если считать, вот если у ящерицер смотрели за хвост, вы знаете, что ящерицер добавил? Да. Допускать, чтобы оторвался у меня хвост, чтобы я не нормально совсем. И она тогда получается уже частью. Вот одна часть, малая, это хвост. Он умер. И ящерица без хвоста, тоже часть. Но это такая часть, которая воплощает себе все целое. Она уже не часть. Она уже не часть. Все. Она стала целым, другим. В данном случае изгородована. Так, слегка. Ну ничего, просто ничего страшного. Лягуши, давайте воплоть, если лапу будем отдавать. И если это место раздражать, то может вылезти снова. Но общий риск движения осуществляется. Вот студент берем. Студент пусть не заводишь, но он, известно, пусть и заводишь там. То есть преподаватель, научно-работник, да, ученый. Как вы все представляете свою будущность как человека, который был в обществе. Знакомить людей с этогасами истории, да? С историческим памятником. Вы от целого к целому? Или сейчас у вас это проявляется, в какой части, в каком? Почему? В целого есть, не знаю. Вот весь студент, он целый. Вы студент в становлении. Вы историк в становлении. Историк не ради этого, а историк ради этого, да? Историк, который еще никому не имеет, диктамированный историк. Правильно? От целого к целому. Общество отбивается. Вот социализм как отбивается. Это что такое социализм? Это коммунитм – первый фадид. Неральный, неполный коммунитм. Если неполный, то мы видим, что будет? Полный. Полный. Неполный? Полный. Ты чё? Поэтому, вот, в этом смысле, скажем, вот если я это не понимаю, это на такой глупости, как с которой умрала каприцесса. Что вот есть некий какой-то развитой социализм, который уже еще не коммунитм. Как это? Вот если в социализме это не радио документы, то будет полный коммунитм. А тут доказывают, что сейчас он сделает ДСФ, а потом будет только еще и полный коммунитм. Но это глупость. То есть развитие – это всегда от целого силы. То, что развивается, это уберется как целое, и рассматривается, как оно усложняется. Скажем, одна клетка, потом делится, является больше клеток, является организм, там, до родышки собирать человечество, до родышки. И вот уже, там, плод уже довольно развит, его можно определить уже в пол, да, и уже сердце бьется, а он еще не дышит. А дышать начинает пробокусировать. Так? Ну, я неправильно говорю. То есть это вот, даже вот, из того, что нам известно, известны вот такие вещи, конкретные нам известно, ну, это лучше, конечно, развитие не сводится к тому, что из какой-то части появляется целое. То есть части, если это не целого, то это и не части. Из части. Ну, вот если что-нибудь, что-нибудь развивается из части, какой-то части выделить, из нее что-то развивать. Не знаю, может из какой-нибудь клетку взять, она эта клетка развивается, скопище клеток. А вообще говоря, такого явления мы не наблюдали. От целого в целом. Значит, движение от целого в целом, причем одни раз этого целого. Вот вы, как студенты, это целое или не целое? Целое. И вот целое, и вы теперь развиваетесь в более высоком состоянии. Правильно? Так, это вот одна сторона этого вопроса. Вопрос о движении целого в целом. Вторая сторона этого вопроса. А развитие противоречиво или непротиворечиво? Нет. Нет. Остановление мы с вами изучали или нет? Да. Остановление противоречиво? Да. Ну, точно. А что, разведение от целого времени? Есть. А как же тогда вы сделали вывод, что разведение противоречиво? Эти разлития более сложные, чем становления. Как можно сделать? Нерогично. Обращаю ваше внимание на нерогичность такого года. То есть у вас материал, который располагается, таков, что вы уже можете сделать вывод, что всякое развитие противоречиво идет через противоречия. С одной стороны, выводы уже историк. 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 С другой стороны, вы еще не историк. Мы слышим, что у вас не достигли того времени, того полноценный историк. Но это производящие решаются, решаются. И есть тенденция такая. Так, по мере того, как вы читаете больше, изучаете, вы кое-что забываетесь того, что вы изучали. По мере этого забывания складываются тенденции к окоплению уровня ваших знаний. Есть? Нет. С другой стороны, вы пока это забываете, у вас тенденция к накоплению знаний. Это противоположные тенденции. Так вот, всякое развитие, всякое развитие противоречиво и совершается через борьбу противоположных тенденций. Это идеалептическое концепция развития. Истинное концепция развития. Развитие от движения через противоречия. Я хотел про вас сказать, потом я подумал про вас, про себя скажу. Я раздеваюсь, развивайся или не раздеваюсь? Раздеваетесь. Ну, я раздеваюсь. Ну, я не умираю, что ли? Умираю. Ну, я умираю. Ну, я умираю. Вы не умираете, я умираю за это. В смысле? Мы тоже. А? Мы тоже. Я просто не хотел про вас говорить. Если вы сами скажете, то это ваше дело. Да. А что я буду? Все. Пришел какой-то товарищ, говорит, приходите, нам надо есть. Вы же умирали. А, да пиши. Пиши, пиши. Ну, мы не умираем. Я так хитрее поступаю. Я вот, лично я умираю. А что, как хотите? Вы уже эти вещи на ней не просят. Да. Ну, есть такая хитрее? Зеление? Да. Первый раз вышел, походу, зубнул, а это что такое? Это уже растущий к нам. Это когда молочный идет у ягода, там да-да-да-да, там не вырастет. А если не молочный, то уже не вырастет. То есть, идет движение одновременно. С одной стороны все больше, лучше, знали, все там то же, а то быстро идет естественный процесс. Который нас приближает к чему? Крещенский. Всегда можно найти вековую выражение, которое, так сказать, красиво, так сказать, если вы что сделали, то этого останется вечно в памяти народной. Понимаете, то, что вы говорите, там напишите и делаете. Красота. Никто не вспомнит завтрак, крылья, леды довольно мучились, когда вы писали курсовые, дипломы. Это не помню волнуют. Что вы сделали у человечества? То есть, тот человек, который доброе дело про него, тот же Марк, писал так. Историй славит, как самого счастливого, того, кто придет счастье наибольшему количеству людей. Вы хотите осчастливить человечество? Вперед! И вот, и никто не найдет, как вы умываете. А ваш вклад будет на вечную историю. Ну вы как историю, вы знаете, на вечно. Потом будет говорить, вот, какой-то, какая-то, если вот, 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 вот. А кто с проявлением человечества в какой-то области, как называется? Вот, вы сейчас способные, 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 способные. А, где есть вам? Вы гением не родили вы? А что? А что? А вы? Что? Она не хочет быть гением. Ну, это ее право. А вы-то она не хотели быть гением? Что, вы плохое что-нибудь делаете? Не хотим. Не, я-то не могу у вас записать гением. Потом, наконец, это не записывать. Тогда вам надо много гения принести. Как сейчас выписать, да? Да, смотри, там, на всякие деньги, по детски, мы запишем все в гении. И у гения кто такие? Я ничего плохого не хотел вам сказать. Гений кто? Ну вы же применяете в городах. Человек с выдающимися способностями. Человек с выдающимися способностями. Гиджер. Ну, гений в своем, в плане. Да? Интересно. Ну, как вы говорите? Ну, это способность выдающаяся, факт. У вас книжка написана? Нет. А в Гидже разно. Там же написано. Книжка есть. Нарисовали просто одну картину? Ну, конечно. В садину все рисовали. В садину все рисовали. Угу. Ну, гений, например, в саду картину у меня. Там организовал раньше такое нашествие. Там смотрите, сколько обливался. Это человек без выдающейся способностей не может сделать. Он организовал такое нашествие, все ресурсы Европы поставили под команду. Ну, и, чтобы опрокинуть других, сколько лет пришлось? Чуть не тратить. Учить 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 не тратить. Но, в отличие от того, что вы сказали… Сол, гений, злодейный. Гений злодействий. Да, 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 товарищи. Вы должны бы, чтобы запомните то иющее, какое известно заключение, что гений и злодействие не совместимы. Не слышали такого? Такие. И эти гения и злодейства не совместимы. То есть понятие гения исключает понятие, исключает злодейство. Никакого злодея нельзя дописать гениями. И соответственно, ни одного гения, ни одного злодея. Почему? Потому что гений – это человек, который в какой-то области или в нескольких областях отмел человечественную долю. Понятно, что продвинул человечество вперед, он не имеет способности выдающейся. Но можно с выдающимися способностями задвигать человечество, не продвигаясь вверх. Правильно? Поэтому гения, конечно, повлияло на этот человек в какой-то форме. В отрицательной. И очень сильно. Но гением его никак нельзя считать. По той простой причине, что... И это у нас в вопросах инновационных понятных талант и гений. Талант – это просто выдающийся человек. Гитлер может это свободно назвать таланием. Это правильно. Талант – это действительно способность сильной. А куда он может привлечь свои способности? Это такой большой вопрос. И вот писатели бывают известные, хорошие, интересные. А великих уже не много. А великие – это те, которые... Как-то здесь сделали. Вот клад иванский, поклевтокский. Который резко выделяется и точно продвинут человеческий период. Или там скажут, вот в нем можно, скажем, Минштейна там назвать гений. А физика – это очень много. Сколько угодно. Макс – гений. А для тех людей, которые писали, там и Гейнер – гений. Которые писали в области философии, экономики, очень много. То есть в этом отношении, чтобы инфрации тут не было. Что у нас гений, как и второй. Нас тут надо было четыре человека, три из них гений. Или четыре гения, пять нас было. Четыре гения, один, один, как и двадцать. Ну, себе, как вы ходили в любви? Все равно не ходите. А вы знаете, почему не ходите. Да, работать надо много. Ну, просто, как и сингей. Ну, смотрите, как Пушкин писал свои... Я бы вот впечатление посмотрел, там, у Пушкина есть нигей. Как раз, где... Лисы. Ну, там, Груб поселил, там, представленный. Как написал там, Капитан, что-то еще. И все, и все, и все, и все, и все, и все, и все. И все, и все, и все, и все, и все, и все. Чтобы это написать, такую легкость, там, надо было и раз, и два, и три. И переделывать. Пока не получала, что это такая воздушная легкость. А люди не такие гениальные, они вот... Чем отличаются люди от гениев, а остальные? Они вот, вот, недоделанное, ну, недоконченное, не отсветкованное, когда их погрение, считать, нет, я еще не сделаю. Или же кипят, сразу помойку, потому что он видит уровень, ныне будет, а то он вот дает, так сказать, другим. И поэтому, вот, почему бы, вот, скажем, Чайковску вся моя плохая? Потому что это для них хорошее, для них он и не плохая. Потому что он, ну, считает, что это не заслуживает, так, чтобы это плохая. А что, думаете, Чайковский не способен плохой написать? Может. Но он не будет этого, как некоторые пытаются выдать, вот, как нарежь черный квадратный. Но я, вот, скажем, как рейдер, не могу эти черные рисовать. Но я могу и черные пору, и черные овала нарисовать. Поэтому, значит, это чем хорошее искусство, что нас всех приобщает. Мы сразу можем чувствовать себя в художестве. Пойдем, что вы будете рисовать черные? Солнце. Солнце. Черный треугольник. Ну, черный треугольник. Чем хуже? Теугольник или почему рисовать? А он какой-то самый, МТС рисует с красным яйцом? Делое. Делое, это на каком ходе. Ну, все. Так, ну, понятно. Вот, что, сказать, мы должны понимать, что всякий процесс развития противоречий придет через борьбу противоположных тенденций. И эти противоположные тенденции имеют свои названия. Как называются тенденции, совпадающие по направлению развития? Прогресс, направление развития. Ой, прогресс. Прогресс. А, когда совпадающие по направлению? Регресс. А, с радиоразкой это регресс. Вот, все. Только положим направление развития. То есть мы сами понятия прогресса и регресса не можем дать, если мы не знаем, что такое развитие. Потому что это более сложные понятия. Какой вкус и более сложный? Но сначала надо разобраться, что такое развитие, и тогда можно определять прогресс и регресс. Вот на этом восходящем, приустремленном высшем уровне, приучите наше развитие в пределах этого занятия. Продолжить вам развиваться до следующего занятия, которое будет у нас очень скоро. А в нем через день. Здравия, здравия. Продолжение следует. Продолжение следует.